Привет, друг! С тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере Смотра Рэйдж, всё как всегда. И сегодня я тебе расскажу о МПшках, которые были вчера вечером, на которой Давидыч подарил игроку свою М5 Е60 Тень. Также с победителем мы сделаем интервью и покажем эту тачку. Так что присаживайся повдобнее, готов что-то покушать, и мы начинаем. Я перед началом данного ролика хотел сказать, что у меня на этом сервере есть свой личный промокод EVAN. Вводи его при регистрации большими буквами и получай бонус 50 тысяч рублей на свой баланс. В итоге с чего всё началось? Просто я сидел как бы ночью, и тут-то просто в чат появляется объявление, что... Пацаны, сейчас проходит мероприятие, нажмите F8 и ты пахнитесь. Я ты пахнулся. Чё, пацаны, не успели? А вот и пахнет, где искать? Без понятия вообще. Где-то в городе, в городе. Сколько же мы искали? Нет, вся карта, вся карта, забей. Ну его нафиг, типа. А, кто найдёт, получит её, надо искать. Да, мы с пацанами постояли и начали пацаны искать Е60. Потом нашёл один наш победитель, пацан, который вы увидите позже. Е60 и направил её к Чолиаду. К Чолиаду там была полная давка. Ну, я, наверное, вставку, какую-то вырезку вставлю. Там была полная давка. Ну, он красавчик, он заехал. И вы просто сейчас увидите, как это было всё наверху. Согласен. Чё происходит в это время? Происходит какой-то капец. Все толкаются, а то одни спускаются, одни выезжают. Одни там вон на входе стоят. Вернее, и на въезде, а не на входе. Вот, куча пацанов. Вон поднимается Е60 какая-то. Сейчас будем смотреть, чё это будет, происходит, как бы. Чё, чё? Обиделись, парни. Я говорю, дебешит будем его или чё? Да я не буду, зачем? Ну, типа, ей же задача, чтобы он довёз. Ну, это бред, мне кажется, начали заезжать и так, опять. Это через конкур, да, я думал. Ну, тогда всё кончится, и это будет неинтересно. Я просто... Бля, зачем ты это делаешь? О, ютубщик, я расчищаю Е60. Так я не буду, я не буду её брать. Ты чё, это я тебя потом загрете пикуют все. Ой, бля, просто пацаны на Макларенах и за каких-то копеек просто готовы уничтожить и продать всё, что движется. Отвечаю, вот. Чё они делают? Отстаю, никого не трогаю. Они нет, нужно мне врезаться. О, уже копейки спамят, чтобы не проехал. Реально. Такой какой-то срач происходит. Нашёл бы он тут же свою Е60, забрал бы эти бабки, зачем сюда ехать? Ёшкин, вот что здесь происходит. Как это? Какой срач, чтобы попасть в ролик? Это капец. Записывай что-нибудь, а вот. Да-да. Красавчик. Так, сюда. Короче, объявление этого убили. Этого уберите машины. Ещё что-то. Здесь какой-то срач происходит. Кстати, очень мало... Давят, давят. И друга что-то непонятно. Очень мало, кстати, в микрофон говорят. Думаю, сейчас один музыку врубят, они ещё что-то. Ты просто заебись, блядь. Прибал шире. Хелперов понабирали жопой, жопой. Какие-то, блин, каждый раз, как захожу на сервер, просто новый хелпер. Вот в лик, какой-то лентара, какой-то... Ладно, Лёха, я-то его знал. Пайлот или пилот. Ещё там уверен. А, нет, ни одного. А где старые хелперы? Блин, такое чувство, как они их меняют там каждый день, просто. Ну, смоки, вот. Какие-то новинайбы, бля, половина сервера, половина, бля, хелперов. Отвечаю. Мы умираем, топахаемся в больницу, садимся в ролл, съедем на ЭКХ, там, где он сейчас будет, и пытаемся его словить. Так, собственно, здесь какая-то такая дичь, что фиг проедешь, я так понимаю. Верик Тавидович, добрый день. Да, здорово всем, пацаны. О, бамбук, здорово, опять. Так, можно проехать, пацаны? Я на редуктор сел. Опять ничего не вышло, я опять застрял на этой херене. Просто такой срач происходит, столько людей, просто все хотят увидеть, поздороваться, обняться. ЭКХ, он тоже не заметил, он просто уехал оттуда. И устраивали мероприятие, которое называется Дерби. Типичное мероприятие сам по МТАшке. Ну, да ладно, смотрите, как это было. Мероприятие из рубрики, как всегда, самое стандартное из МТА, из ГТА, из сам по Дерби. На крыше, какой-то крыше, вот это в таталоге, просто идеал. Короче, пацаны, нам нужно просто максимально бежать от танка, а не Дерби, как бы, адекватные. Вот, и сейчас мне может прилететь просто пуля, так что нам нужно будет просто максимально уворачиваться от этого танка, в котором сидит, сами знаете кто, короче. Не один танк будет, танков будет много. А, всё, го. Да будет срач, просто минус фпс, минус видеокарта. Вот сейчас будет очень много взрывов, мне кажется. А, они взрывать не будут? Или будут? Стой. Они не стреляют, они только таранят. А, всё, я понял. А ты думаешь, они будут уже взрывать? Это было бы... Капец, нет, туда не нужно, туда не нужно. Нужно всегда в центр. Всегда нужно в центр, а с центра тебя вряд ли выкинут. А если выкинут, то очень поздно. Так как я проводил такие мероприятия, я знаю, в чём прикол. Мдаааа. Ставим ставки, пацаны, сколько мы так будем стоять? Час, два, три, десять. Мне кажется, они скоро будут... Благодарю. И самый везучий человек на планете, пацаны, это я. Это ко мне. После этого всего я сидел, просто ждал окончания, чтобы, ну, блин, достать эту реакцию всё-таки. Но он просто вовнулся и сказал, что, мол, сегодня, то есть 30 мая, тоже что-то будет интересное. После этого всего связался со мной подписчик, который выиграл эту Е60. Мы собрались с ним в Дискорде на следующий день и провели мини-интервью. Так что, интервью в студию. Короче, пацаны, сегодня, кто, 30 мая, со мной связался победитель Измут или Эйзмут, как это там? Изимут. Изимут. На час. Короче, победитель на Е60, и сейчас мы его сделаем для него допрос, короче. Задим ему пару вопросиков, ну, как пару, 8 штук. Вот. Ну, поздоровайся, чё ты? Здоровайся. Короче, первый вопрос. Искал тачку ты или случайно нашёл? Я её нашёл. Там как-то чел умер. Ну, там, короче, он не пристегнулся, насколько я понял, и умер. А я чисто подошёл, и меня затянуло в неё. Нормально. Тачку быстро нашёл? Я смотрел параллельно его стрим, и я, когда её сразу нашли, я, типа, самый первый, можно, один из первых видел, как её нашли. Я сразу поехал на то место, где они едут. Короче. Да, блядь, ну, блядь, ну, блядь, встретил их возле Эрика дома. Короче, чё, нахуй, умер, блядь, я забрал ваши саду, блядь, поехал. Ещё ситуация была в том, что я, когда уже на Челяц забирался, она пропала, нахуй. Да, 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 я видел. Пропала, и потом я, нахуй, сгорел, блядь. Но меня Саня гораздо тэпнул, и там всё разрулилось, и всё было. Было тяжело? Это был пиздец. Ты считай, блядь, если бы не круиз, я бы хуй заехал. А, кстати, вот, да, Давидович говорил, что ты используешь какой-то баг, что ты откатываешься назад, а потом резко ебёшь просто вперёд. Как ты это делал, вообще? Отъезжаешь назад, и просто прожимаешь круиз, и она едет вперёд. А, да? Мне кажется, после твоего бага его скоро пофиксится. Думал сдаться, когда заезжал на Челяц? Нехуя, я думал, что, блядь, я уже знал, что я выиграл. Понимаю. Либо вы меня в администрации отхуярило, либо ещё какая-то хуйня. Если честно, думал, когда ты у подножья был, я думал, они же скажут, ладно, ты выиграл, типа, да нереально сюда заехать, там такой пиздец происходил именно сверху вообще. Я когда уже заезжал, они уже хотели, типа, чтобы просто затепать меня наверх вроде, как я понял. Но я сам доехал, короче. Да, да, я тоже сидел в 100 выехал. Если ты говоришь, Давидыча 116, да? А 115 это чья была? Тоже его? Всего гаража или кто-то другой тебе её тарил? Мне её отдавал Гараз, администрация. И была у него или не была, я не знаю. Скорее всего, нет. Ну, я вижу, есть вся такая уже поношенная, 10,5 тысяч пробега, это как бы не хухрым-ухрыкино. Давидыч что-то тебе говорил вообще? Поздравлял меня, в принципе, ничего такого. Говорил, что когда я сел в машину, говорит, я этот ник уже где-то видел. Говорит, он вроде выигрывал что-то. А ты что-то выигрывал перед этим? Нет, он мне просто на 400 минут садил, блядь. Такой чисто нескромный вопрос, налог был твой или его? Был мог, но там, блядь, что там, 35 тысяч. Собственно, тачка чем-то уникальная вообще? Я думаю, она со временем будет стоить денег, потому что, ну, 116 номер, если бы был, она бы там стоила, наверное, 50-60 миллионов, если не больше. Ну, 116 согласен, да. Я думаю, именно её он будет разыгрывать. Я тоже до последнего думал, что её, потому что, ну, написали, что машина Эрика, типа, блядь. Чё, это пизда, бала получается, да. Тот, как раз. Хотели ли у тебя её выкупить? И за сколько кто там? Много человек. Написала мне сходу где-то 4-5 человек, типа, поздравляли просто. Потом я встретил одного человека, и он говорит, поехали, а отъедем. Мы отъехали, он говорит, ты будешь, типа, её продавать? Если будешь, напиши мне. Я говорю, ну, сколько предложишь, там, туда-сюда. Он говорит, ну, за 10 взял бы. Потом встретился мне второй чел, он уже перебивал цену первого и давал, там, 13 или 12 миллионов. Я сказал, что, ну, это такая не очень-то и большая сумма, чтобы перебивать, я лучше там отдам чел. Ну, в итоге, самый первый человек, который мне предлагал, дал 15 миллионов и должен её забрать, по идее. Ладно, была бы 116 тень, но это 115 за 15 лямов, ёпта. Типа, из-за того, что она там расцветилась. Бля, пацаны, купить мне ролл за 60, а? Она у меня 4 раза светилась, даже больше. Значит, как с тебя ролл писать? И, короче, последний вопрос, будешь ли ты что-то с ней делать, или вот поедешь сейчас и продашь? Пока покупатель не зашёл, буду кататься, потом продам. Но я бы, честно, на твоём месте бы тоже продал. Если были бы какие-то ценные номера, так-то смысл от ней, просто бородовая, е60 и всё, которая светилась там буквально первые дня три, запомнят её, и дальше все забудут. Ну, есть люди, просто, понимаешь, которые зашли именно потому, что Эрик тут играет, блядь. А мне плохо, что тут играет, и я просто продам её сейчас, блядь, я буду. Махалором, блядь. Подожди, а ты что скажешь по ощущениям своим? По ощущениям? Жопа горела, пиздец. Жопа горела, да? Когда сталкивают, блядь, и ты понимаешь, что они не заберут её, и думаешь, нахуй они это делают. Я думаю, короче, пацаны, Измута или Измута, как-то там, не могу запомнить, блядь. Можно отпускать, благодарю тебя за интервью, за такой вот... Тачку, кстати, не, не, ещё не благодарю, поехали, я чип с пиздью, а потом поблагодарил. Всё, что я могу сказать, что админы и создатели думают, что Давидыч это их путь к успеху. Но на самом деле нет. Ключ успеха это игроки. То есть максимально добавлять то, чего хотят игроки. Тогда они будут рекомендовать этот сервис своим друзьям, говорить, что здесь адекватные админы, которые прислушиваются к мнению игроков, добавляют всё, что они хотят, очень много всего интересного. И тогда этот сервис взлетит. Поставь лайкоск, напиши комментарий, чтобы продвинуть этот ролик в топ. Подпишись на канал, чтобы не пропустить новые интересные ролики. Ну а с тобой был Эван. Всем желаю хорошего дня, всем удачи, и всем пока-пока.